Всем привет! Сегодня 14 сентября, Московская область, я нахожусь в стеклянной теплице, где выращиваю высокорослые томаты. Погода вчера была наипрекраснейшая, плюс 26 светило солнце, а сегодня плюс 13, жуткий ветер, еще и вдобавок срывается дождь. Но на выходные я запланировала полностью убрать эту теплицу, то есть убрать все томаты, помыть теплицу и подготовить уже землю к следующему сезону. Теплица потихоньку пустеет, собрала томаты, сразу их разделила по видам, здесь мелкоплодные, все спелые, крупноплодные, тоже все созревшие. И отделила буры, буквально 2-3 дня и они будут уже красные, а здесь небольшой ящик зеленых томатов. Я думала, что будет намного больше зеленых, но, как оказалось, у меня практически все томаты созрели на кустах, и это меня очень радует. Итак, томаты собраны, теперь с помощью секатора я буду разрезать стебель томата вместе с веревкой, на которую я его подвязывала на несколько частей, и выносить из теплицы. Почему я так делаю? Потому что с томатной ботвы сыпется вот эта пыльца, и у меня от нее начинает першить горло, и кашель начинается. Чтобы все было здесь аккуратненько, выносить частями, это самый удобный вариант. Продолжение следует... Всю грязную работу я сделала. Я не знаю, как у вас, но для меня, когда я убираю мою теплицу, это первый признак, что все, лето закончилось. Итак, что сделала в этой теплице? Собрала весь урожай, убрала кусты томатов, убрала подвязочную нить. Я не люблю, когда с осени, в зиму и на следующий сезон остается подвязочный материал. Считаю, что это тоже рассадник заболеваний. Так, с земли, с грядок слегка убрала солому, потому что мне нужна земля, чтобы была поработать с почвой. И затем, после того, как я поработаю с почвой, я могу уже приступать к помывке теплицы. И, по-моему, в видео не сказала, что когда я обрезаю надземную часть томата, то и сам корень я затем удаляю. Во-первых, при удалении рыхлицы земля грядки я не копаю в теплице, а взрыхляю таким плоскорезом. Очень хороший инструмент, мне он нравится, наверное, года 4 точно у меня он уже. И тем более я не вижу смысла оставлять корень зимовать в теплице. Затем я в каждую такую грядку заложила по полтора мешка перепревшего двугодичного конского навоза. Хорошо смешала с землей, здесь, в общем, земля, конский навоз, солома. В общем, создаю условия для работы микроорганизмов, которыми я буду заселять опять эти грядки. И плюс еще должно быть, конечно, питание для червей. Как-то прочитала комментарии, зритель делился своим опытом, тоже воспользовался конским навозом. Значит, в теплице его рассыпал, и у него заколосилось, овес заколосился, все. Да, конечно, он заколосится. Грядка органическая, она, смысл в чем ее? Она должна работать, она не должна здесь лежать мертвым грузом. Вот сейчас, если оставить все как есть, ну, максимум этот навоз может разрыхлить слегка землю. Потому что в большинстве случаев у лошадей используются опилки, и конский навоз идет с опилками. И в большинстве случаев опилок много смешивают с навозом. У меня, допустим, навоз очень хороший, опилок минимальное количество, потому что беру в очень хорошем месте, мне его дарят. Вот, и все, грядка не работает, и смысл органической грядки, вообще смысл теряется. Если такую грядку заселить хорошими микроорганизмами, она начинает работать. Дождевые черви, есть органика, есть что поесть, они тоже работают. Вот и все. И тогда только получается отличная земля, отличная грядка, где все замечательно будет расти. С грядками я пока работу закончила с землей. Сейчас настрою такой аппарат, как керхер, и буду простой водой для начала промывать стены. Буду смывать все там, где прилипли растительные остатки, паутина, где есть, что-то прилипли какие-то мухи. Все это сейчас под напором, под давлением воды буду сейчас смывать. Теплицу я промыла под напором обычной воды. Хотела еще сказать, что я застилаю землю вдоль бортика теплицы. Почему? Потому что когда керхером проходишься, то вода, конечно, попадает, этот напор воды попадает на землю, и она встает на дыбы, и все обратно здесь землей залепывается. Поэтому аккуратно застилаю, и все тогда чисто получается. Сейчас развела мыло хозяйственное, один кусок на 20 литров воды, и буду промывать с помощью такой швабры, микрофибры, тряпки. И все, что не убралось со стекла, я сейчас буду хорошо промывать мыльным раствором. А затем обычной водой опять смою, и все будет, и стекло будет идеально чистое. Заполивания у меня здесь никаких не было, единственное, в конце появилось уже пятница на листьях томатов, но это все не критично. Землю, конечно же, трогать не буду здесь, работа будет с бактериями, а вот стены хочу протереть. Знаете, профилактика, конечно, это лучше, чем лечение. Итак, на последнем этапе помывки теплицы я хочу в этом году стекло и металлические части обработать медным купоросом. Металлические части у меня из нержавейки, поэтому я купила медный купорос, здесь 100 грамм. Растворила в 15 литрах воды, в 10-15 литрах нужно растворить. Растворы медного купороса я залила в распылитель, соединили с длинной штангой, здесь будет ей удобно работать. И сейчас, начиная с потолка, стены, все обработаем микроскопическим распылением, всю теплицу. Грядки не трогаем, пройдем проходы только, и все. Работу с корпусом теплицы я закончила, обработала раствором медного купороса, также были обработаны деревянные борта грядки и полностью проходы тепличные. Теперь мне остается только поработать с землей в грядках. Здесь я буду использовать микробиологические удобрения, сияние номер 1, сияние номер 3 и фитоспорин. Вся четкая и понятная инструкция есть на каждом препарате, как с ними работать. Здесь уже я обработала почву, можно закрыть картоном, я закрыла мешками, потому что картона нет. В общем, создавайте условия темноты и сырости. Конечно же, земля в теплице сейчас сухая, потому что томаты не поливались очень долгое время. Поэтому перед тем, как поработать, занести сюда эти микроорганизмы, я хорошо землю проливаю обычной водой, очень хорошо проливаю. Затем заселяю микроорганизмами, еще раз проливаю водой и затем накрываю укромным материалом. Здесь я буду использовать черный материал. Вот, и все. И теплица уже у меня будет с осени готова на весну. Не сказала еще такой момент, что я за то, чтобы высевать сидираты. Не важно, в теплице это или в открытом грунте, в особенности, если почва тяжелая, скудная. Люблю я фацелию высевать, белую горчицу, но в этом году в теплице сеять ничего не буду, потому что через несколько дней я уезжаю на целый месяц в отпуск. А посеять сидираты, это значит, нужен уход. Не меньше, чем за обычным культурным растением. Нужно поливать через день до каждый день, чтобы нарастить хорошую зеленую массу. Ради этого мы и выращиваем сидираты. У меня такой возможности не будет, поэтому в этом году я решила просто поработать с микроорганизмами для почвы. И все. Один-два дня я попрошу за месяц полить, немножко увлажнить землю, чтобы она здесь не пересыхала. А я буду заканчивать свое видео. И помните, чистота – залог здоровья. Всем пока. Погода, конечно, нас сегодня не радует, но посмотрите, какая великолепная радуга. Срывается дождь. Очень яркая. И уходит в тучу, такую громедную. Но радуга великолепна. Продолжение следует... Продолжение следует...